Друзья, приветствую вас на канале Технобудущее. Роботы и машины. Сегодня мы разберем одну из самых необычных технологий будущего – мини-атомные электростанции. Многие слышали о ветряках и солнечных панелях, но вот компактные ядерные реакторы остаются для большинства чем-то загадочным. Что это за установки? Где они уже работают? И могут ли они реально изменить энергетику будущего? Давайте разбираться вместе. Если вам интересны современные технологии, то подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. Благодарны вашим лайкам и репостам, они помогут узнать об этих технологиях большему количеству зрителей. Что такое мини-АЭС? Мини-АЭС или Small Modular Reactors – это небольшие по мощности атомные станции, которые выдают от 10 до 300 мегаватт. Для сравнения, крупная атомная станция способна выдавать 2-4 тысячи мегаватт. Главное отличие – модульность. Такой реактор собирается как конструктор. Один блок можно доставить на место в готовом виде, а при необходимости добавить второй или третий. Вопрос – зачем это нужно? Ответ прост. Традиционные атомные станции строятся десятилетиями, стоят миллиарды и требуют огромной инфраструктуры. Мини-АЭС дешевле, компактнее и быстрее в установке. Самый известный пример в мире – российская плавучая атомная станция «Академик Ломоносов». Она уже работает в Чукотке, в городе Певек. Что это такое? По сути, атомная станция на барже. Два реактора обеспечивают электроэнергией и теплом город с населением около 5 тысяч человек. Кроме того, станция дает энергию для золотодобывающей компании и будущих проектов по добыче олова. Преимущество в том, что станцию можно отбуксировать в другой регион, если изменятся потребности. Это гибкость, которой нет у классических АЭС. В США активно продвигается проект компании New Scale Power. Их реакторы рассчитаны на 77 мегаватт и можно объединить до 12 модулей, чтобы получить более крупную станцию. В 2020 году New Scale стала первой компанией в мире, получившей официальное одобрение на конструкцию от американской комиссии по ядерному регулированию. Это огромный шаг, ведь лицензирование – самый сложный барьер. Первый коммерческий проект планируется в штате Айдахо, где станция будет снабжать энергией военную базу и близлежащие районы. Старт ожидается в начале 2030-х. Китай активно вкладывается в эту технологию. Их проект ACP-100 или Linglong One рассчитан на 125 мегаватт. Реактор строится на юге Китая, в провинции Хайнань, рядом с туристическим городом Санья. Это первая мини-АЭС в мире, строительство которой уже официально началось на суше. Китайские власти планируют использовать такие реакторы не только для электроснабжения городов, но и для опреснения морской воды и производства водорода. Канада развивает свои разработки СМР для северных территорий. Там десятки поселений зависят от дизельных генераторов, которые дорого обслуживать. Мини-АЭС могут стать решением. Для децентрализованной энергетики после фукусимы. А в Европе компании Rolls-Royce и EDF рассматривают СМР как часть перехода к углеродно-нейтральной энергетике. Давайте задумаемся, где особенно полезны такие станции? В Арктике и северных территориях, где нет стабильного энергоснабжения, на островах, которые зависят от дизельного топлива. На крупных промышленных объектах, например, рудниках и металлургических заводах. В военных базах и стратегически важных регионах. Фактически это универсальное решение там, где нужна стабильная энергия, но нет условий для большой станции. После Чернобыля и фукусимы люди настороженно относятся к атомной энергии. Вопрос, можно ли доверять мини-АЭС? Современные реакторы используют пассивные системы безопасности. Это значит, что даже если отключить электричество и насосы, реактор остановится и остынет сам, благодаря физическим законам. Кроме того, маленький объем активной зоны проще контролировать, а корпуса делают более прочными, чем у старых реакторов. Что ждет нас в ближайшие десятилетия? Эксперты считают, что СМР займут свою нишу. Они не заменят полностью гигантские АЭС, но будут дополнять возобновляемые источники. Ветряки и солнечные панели хороши, но нестабильны. Мини-реактор способен работать без перебоев десятилетиями. Кроме того, их рассматривают в космических программах. Для баз на Луне или Марсе именно ядерная энергия может стать основным источником питания. Итак, друзья, мы видим, мини-атомные электростанции уже перестали быть фантастикой. Россия, США, Китай и другие страны реально строят такие объекты. Да, пока их мало, но тренд очевиден. Человечество движется к децентрализованной энергетике. А как вы думаете, станут ли мини-АЭС привычной частью нашей жизни или эта технология останется нишевой? Напишите в комментариях свое мнение. Спасибо, что были со мной. Подписывайтесь на канал, впереди у нас еще много интересного про будущее энергетики и технологий.